коллеги добрый день приветствовать на очередном вебинаре от компании axelot как всегда только актуальные темы сегодня проговорим про маркировку про кизы и различные особенности работы с регулятором именно для фарм складов меня зовут михаил со мной мой коллега олег добрый день коллеги давайте накидаем огонечков если нас видно слышно и никаких проблем у вас со связью нету просьба это подтвердить по регламенту у нас как обычно до небольшая будет водная часть далее олег расскажет про особенности работы с маркировкой учитывая наш типовой функционал в axelot в мс и в конце оставим как обычно немного времени чтобы ответить на ваши вопросы если же какие-то вопросы останутся неотвеченными всегда обращайтесь к нам да по телефону который по почте который будет указан в конце презентации и мы с удовольствием с вами свяжемся и с удовольствием на все вопросы этим предлагаю начинать немножко истории да кто подзабыл что такое маркировка что такое контрольные инвестиционные знаки да это система маркировки прослеживания товаров в нашей стране которые направлены на контроль прохождение товаров от производителей до конечных потребителей как мы знаем есть ряд изменений с октября текущего года и с марта будущего года то есть часть продукции будет теперь также попадать под маркировку плюс грядет маркировка бадов да и об этом и сегодня также более детально проговорим и подготовимся к тому до чтобы те те компьютерный там томограф куда там стенты какая-то там обувь да как с ней работать как ее маркировать и учитывать все это в системе непосредственно о честном знаке даю маркировки какие доводы какие там сомнения да мы слышим от наших клиентов которые к нам приходят да ну во первых многие говорят что кизы это зло да это не прозрачный инструмент который там навязан государством да и выгоду от ведения которую до поступка получает лишь сам регулятор да кто-то говорит что это лишняя трата денежных средств до что без этого работали и почему должно что-то меняться соответственно есть мнение что новая система не отлажена на практике да и она не будет работать так как закладывалось это государством но опять же все новое да какие-то нововведения не всегда пугают бизнес и соответственно нет понимания как с этим работать но мы как лидеры рынка бмс в россии до наших клиентов успокаиваем да и приводим на это некие контр доводы да что введение маркировки да это в основном только плюсы для бизнеса соответственно с маркировка удобно отслеживать движение продукции в режиме реального времени что позволяет вам располагать актуальной информации об остатках на складе да там в магазине еще где-то и иметь возможность оперативно там пополнять свои запасы соответственно и эта информация да позволит оптимизировать поставки и экономить на логистике в принципе мы провели аналитику да и часть наших клиентов задумалась об автоматизации да о внедрении в мс как раз таки из-за того что государство их подтолкнуло к этому да путем введения маркировки и соответственно с помощью этого складская логистика и в частности склад превращается в конкурентное преимущество компании да не только тем местом которые бесконечно в себя запускает деньги да как черную дыру и ничего не отдает обратно но естественно само внедрение в мс до перед позволяет перейти на качественно новый уровень работы как в целом компании да как и самого склада уйти от ряда ошибок в том числе ошибок человеческого фактора поэтому мы считаем что маркировка да и внедрение контрольных инвестиционных знаков это только добро до которые несет государство а мы как эксперты в этой области чуть дальше расскажем как со всем этим можно жить и работать применяя типовые механизмы которые уже заложены в акселот вмс x5 дальше я передам слово олегу он непосредственно расскажет про саму специфику особенности различные интересные моменты на михаил спасибо коллеги в наших проектах мы валидируем кизы за рамками вмс при выполнении процесса например приемки вмс передает отсканированных киз киз а то в свою очередь уже в честный знак если кис не прошел проверку то он блокируется для грузки и размещается в отдельную зону до выяснения причин мы за интеграцию через киз так как в данном варианте мы можем видеть полную информацию по контрагентам так как она заведена именно в киз а не в мс еще огромным плюсом является том что при нашей схеме интеграции между киз и честным знаком образуется некий шлюз его можем повторно перепроверить и дополнить пакетский заме все необходимые информации и передать систему маркировки данные полностью без ошибок новым витком в развитии маркировки в области фарма является введение маркировки для бадов сроки по данному мероприятию вы можете увидеть на слайде мы же в свою очередь уже готовы данным нововведениям и рекомендуем уделить внимание этому вопросу уже сейчас благодаря накопленному опыту при внедрении многочисленных проектов по автоматизации фарм складов базовая версия продукта вмс x5 может перекрыть любые потребности в части учета лекарственных средств бадов медтехники и прочих сопутствующих категорий товаров агрегации кизы учитываться на всех складских операциях в том числе и внутренних операциях склада все данные по кизам дополнительно фиксируются в выполненную задачу что дает прослеживаемость и прозрачность учета и вы в любой момент жизни киза на складе сможете отследить его местоположение вплоть до коробки каждое действие сегрегации отслеживается в системе особым документом который в дальнейшем выгружается корпоративную систему когда мы говорим о работе с кизами сразу понимаем что объем данных будет значительно выше чем при работе с обычными серийными номерами и нагрузка на базу на базу и на ваш сервер значительно возрастет в этом вопросе также есть решение мы можем использовать нормализованное хранение данных при использовании данного функционала движение по кизам по регистрам будет рожено только в рамках агрегации это значительно сократит количество записей и скорость обработки данных все мы прекрасно понимаем что не весь товар на фарм складе подлежит обязательной маркировке часть товаров будет до учитываться по кизам часть товаров будет учиться по серийным номерам часть товаров просто по партиям и срокам годности а оставшаяся часть и вовсе без дополнительных разрезов учета все эти вариации мы можем настроить при помощи использования модели учета номенклатуры обратите внимание коллеги на количество параметрических настроек которые приведены в правой части слайда здесь мы можем видеть параметры ввода номера партии ввода даты партии настройки по сканированию серийного номера настройки по вводу в срок годности допустим это может быть дата производства или дата окончания срока годности предлагаю рассмотреть процесс приемки киза на складе и особенности начинаются уже при выборе процесса приемки в основных настройках процесса можно включить опцию контролировать план факт по серийным номерам при отключенной настройке план факт не контролируется и можно принять любые кизы настройках очередей задач можно выбирать вариант выполнения операции и определять какие коды необходимо вводить или разрешить создавать агрегации напрямую с TSD настройки ввода присутствуют во всех очередях задач связанных с перемещением пересчетом объект хранения при необходимости можно вводить серийные номера и агрегации на всех операциях по сути используя значение серийного номера для идентификации товаров на всех этапах имея тем самым сквозной учет в разрезе именно место хранения какие же действия необходимо сделать на TSD для например оприходования товаров давайте посмотрим на слайд в первую очередь мы вводим штрих-код ячейки и сканируем созданный ранее поддон затем мы вводим объект хранения путем сканирования киза далее переходим на ввод на форму ввода новой агрегации затем сканируем остальные кизы для добавления новую агрегацию затем выполняем команду завершить для подтверждения приемки и создания агрегации а если в модели учета у нас включено требования создания уведомлений то всем будет создан документ уведомления серийного учета с типом формирования агрегации как я говорил ранее все действия с кизами и агрегациями отражаются в особом документе этот документ уведомления серийного учета пример данного документа с типом трансформация агрегации вы можете увидеть на слайде уже в коробочной версии нашего продукта заложены всевозможные вариации работы с агрегациями а именно это блокировка серийного номера разблокировка серийного номера расформирование агрегации регистрация состава агрегации специальные серийных номеров трансформация агрегации ну и конечно формирование новой агрегации коллеги я думаю что все самой согласятся что любому руководителю склада важна полная и своевременная отчетность благо в системе ксилот бмс x5 есть все инструменты позволяющие отследить текущее состояние киза его доступность привязку к агрегации и конечно резерв за каким-либо документом как правило стандартных это скажем в прямых процессах склада все идет хорошо но что делать если есть какое-либо отклонение например изъятие проблемного или заблокированного киза и сохранения для предотвращения блокировки всей партии если на один или несколько серийных номеров получен отказ сформирован механизм который позволяет переместить товар с проблемным средним номером в отдельную зону и разблокировать остальные остатки у партии поговорим о работе с тсд и рабочих местах работать с тсд сидя на корточках у палета раскладываем мелкие коробочки с медикаментами на полу для их оприходования не всегда удобно поэтому в системе реализованы рабочее место приемки и рабочее место упаковки именно учетом ввода серийных номеров и агрегаций рабочее место в зависимости от настройки модели учета определяет требуется ли ввод серийных номеров для отсканированного товара или не требуется при необходимости после выбора и подтверждения партии автоматически открывается окно с вводом серийных номеров и агрегаций какие же есть особенности коллеги у фармскладов например если склад находится при производстве то не всегда принятый товар сразу готов к продаже и дальнейшей его отгрузки со склада прежде всего он должен пройти лабораторное исследование после чего в мс получит отметку о доступности товара и автоматически поменяют ему состояние либо возможен вариант по истечении определенного периода и автоматической смены состояния либо его партии конечно же важно упомянуть о температурных режимах хранения дорогостоящих и сильно действующих препаратах монопартионности при хранении и комплектах мы знаем о всех особенностях учета лекарственных средств и бадов и готовы помочь подобрать лучшее решение для вашего бизнеса у меня коллеги все давайте перейдем к вопросам